ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эти меры позволят защитить средства от инфляции, написал Руслан Джилдебай. Ранее президент Казахстана Касымжамар Тукаев в своем послании народу Казахстана заявил, что с 2024 года будет запущена программа «Нацфонд детям». Он предложил отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей. Как считает Касымжамар Тукаев, фонд действительно обретет статус национального и будет служить интересам народа, публикует цитату издания. Евросоюз мог объединиться, чтобы справиться с экономическими последствиями карантина, введенного из-за пандемии. Но энергетический кризис требует еще более решительных действий, пишет экономист. На прошлой неделе базовая ставка на природный газ выросла на 30%. Минувшим летом контракты на электроэнергию заключенные Францией и Германией на год вперед торговались почти по 100 евро за мегаватт-час. А недавно цена преодолела отметку в 1000 евро. Ситуация будет усугубляться по мере того, как сроки действующих энергетических контрактов, подписанных домохозяйствами и компаниями, будут истекать, а новые контракты будут заключаться. Все это усилие давления на экономику, так как Европейский Центральный Банк станет повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией. Многие экономисты предсказывают наступление рецессии в ближайшие несколько месяцев. При этом европейская валюта по отношению к доллару топчется на минимальной за два десятилетия отметки. Эксперты не исключают возникновение разногласий между государственными членами ЕС. На данный момент Еврокомиссия вышла с предложениями ограничить цены на газ, используемые для выработки электроэнергии. Его обсудят в ближайшее время на саммите министров. Еврокомиссия может также попытаться каким-то образом реорганизовать рынок электроэнергии, чтобы цены больше не зависели от затрат малорентабельных производителей, которые зачастую работают на газовом топливе. Однако эта мера может оказаться контрпродуктивной, а все потому, что ценовой потолок ничуть не ограничит спрос на дефицитную энергию. Так, подобное ограничение, введенное в Испании, лишь привело к увеличению выработки электроэнергии с помощью природного газа на 42%. Одним словом, такая политика может лишь подхлестнуть спрос на газ, увеличив вероятность того, что зимой его будут нормировать. Даже легкая инфекция может оставить шлейф проблем со здоровьем на месяцы и даже годы. Автор Financial Times рассказывает, что сегодня известно о постковидном синдроме и других последствиях болезни. Потенциальная связь с болезнями сердца и головного мозга создает серьезные проблемы. Медики считают, что ковид вызывает своего рода эпидемиологический авторшок, делая людей восприимчивыми к огромному спектру заболеваний и угрожая глобальным системам здравоохранения, которые и без того борются с нехваткой ресурсов и старением населения. В первый год пандемии медики заметили рост числа определенных заболеваний и решили, что это вызвано неспособностью или нежеланием людей обращаться за медицинской помощью. Только на втором году они стали подозревать, что ковид-19 сам по себе способен делать людей уязвимее к другим серьезным заболеваниям. В ближайшие годы появятся новые данные, но опасения медиков уже начали подтверждаться. Проведенный Financial Times анализ записи Национальной службы здравоохранения Великобритании, одной из богатейших в мире баз данных в этой области, показал значительный рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний с начала пандемии во всех возрастных группах, кроме самой старшей. В прошлом году в возрастной группе от 40 до 64 лет смертность в результате сердечного приступа увеличилась на 15% по сравнению с 2019 годом. Ученые хотят использовать раковины крабов, чтобы сделать производство батарей более качественным и экологичным. Исследователи из штата Мэриленд разработали батареи, в которых для хранения энергии используется продукт, полученный из панцирей ракообразных, пишет Гардиан. Ракообразные такие, как крабы, креветки и омары, имеют экзоскелет, содержащий хитин, который делает их панцири твердыми. Этот материал встречается в природе достаточно часто, может быть найден в грибах и насекомых. Однако обычно рестораны выбрасывают его как пищевые отходы. Ученые уже давно исследуют различные применения хитина. Путем химической обработки он может быть синтезирован в прочную гелевую мембрану и использован в качестве электролита для батарей. Электролит — это жидкость, паста или гель внутри батареи, который позволяет ей накапливать энергию. Ученые отмечают, что такие батареи не воспламеняются и разрушаются в почве благодаря микробиологическому разложению всего за 5 месяцев, оставляя после себя пригодный для вторичной переработки цин. Сейчас химические вещества, используемые в обычных батареях, разрушаются сотни лет, вызывают коррозию и даже могут воспламеняться. Редактор субтитров А.Семкин